Народ ханта проживает в основном на территории Шурышкирского, Приуральского района и также в городах. Но мы приехали из города Салехарда, мы, наверное, одни из таких хантов, которые достаточно очень редкие. Звуки ветра, крики птиц и животных. Альбина Дегтярева виртуозно играет на древнем якутском музыкальном инструменте хамусе. Жители севера верили, что такая музыка может исцелить человека, придать силы и очистить душу. Вот уж кому точно удалось заглянуть в душу северных женщин, так это участникам фото-дуэта Купер энд Корфер. Сара Купер и Нина Горфер путешествуют по удаленными, труднодоступным местам Швеции, Гренландии и Исландии. Там они изучают быт, этнокультуру, условия труда и жизни людей. В проекте «Смещение» в женских портретах исследуется хрупкая красота самобытного мира Арктики. Каждый портрет – это судьба одной женщины и целого народа. Художники в своих работах оперируют такими понятиями, как память места, семейная личная история, как отражение истории общества. На обширной выставке Арктического форума нашлось место и стенду по изучению языков малоочисленных народов России. Вот, к примеру, Коми-букварь. Выпущен в 2017 году. Тираж – всего 100 экземпляров. Или вот – учебник по хантыйскому языку. И тираж – опять же, всего 100 штук. Но ситуация должна измениться в лучшую сторону, говорит руководитель Федерального агентства по делам национальности Игорь Баринов. Так, новые учебные программы и пособия на языках коренных малоочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока создадут уже к концу года. «Хочется, чтобы поддержка в этой сфере была и более ощутимой, и более активной, в том числе финансовая емкость. Большие у нас надежды на то, что наконец-то раскачается и заработает фонд поддержки языков, в котором мы вместе с Министерством просвещения являемся соучредителями. И еще раз повторю, что 2019 год как раз в работе фонда будет нацелен на создание учебников, учебных программ как раз для коренных и малоочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока». Новые законопроекты о развитии арктической зоны анонсировали в Совете Федерации. Они направлены на сохранение и поддержку традиционных промыслов коренных народов арктической зоны, в частности, оленеводство, рыболовство и охоты. В парламентарии подготовят отдельный законопроект, который касается Северного морского пути. Кроме того, новые законопроекты позволят определять социальные льготы, уровень зарплат, пенсии и прожиточный минимум, исходя из конкретного района арктической зоны. Но самое главное, специфику проблем коренных малочисленных народов Севера учтут в новой стратегии развития российской Арктики до 2035 года. Об этом президент страны Владимир Путин заявил на пленарном заседании форума. В так называемой дорожной карте будут объединены мероприятия национальных проектов и государственных программ, инвестиционные планы инфраструктурных компаний, программы развития арктических регионов и городов. По ключевым социально-экономическим показателям, по качеству жизни людей, все арктические регионы необходимо вывести на уровень не ниже среднероссийского. Обращаю внимание, именно такая задача должна быть не только четко обозначена в новой стратегии развития Арктики, но и служить ориентиром для работы всех федеральных ведомств и региональных властей России. Обязательно нужно учесть и специфику проблем, касающихся коренных малочисленных народов Севера. Особое внимание развитию транспорта и другой опорной инфраструктуры. Хорошо понимаем, что эта основа – необходимая база для будущих инвестиций и бизнес-инициатив. Среди ключевых инфраструктурных проектов – строительство Северного широтного хода. Это железнодорожная магистраль, которая позволит приступить к эффективному освоению природных богатств Полярного Урала и Ямала, а в перспективе и Северо-Красноярского края Российской Федерации. Эксперты сошлись во мнении, что арктические регионы сегодня продолжают оставаться огромной терраинкогнито. География таит загадки, не изучены до конца климатические механизмы. Важно, чтобы развитие Арктики, говорят специалисты, было сбалансированным, дабы наравне с инфраструктурными реализовывались социальные и культурные проекты. Мы должны не только сделать Арктику доступнее, но и добиться, чтобы жизнедеятельность человека там была безопасной и комфортной. Дмитрий Кутевин, Первый национальный. На Ямале прошел 58-й слет оленеводов и охотников. Гости и жители увидели своими глазами множество красочных мероприятий, наполненных национальным колоритом. На праздничной ярмарке было представлено бесчетное количество сувениров ручной работы, мясных и рыбных деликатесов. Ну и куда же без зрелищных спортивных мероприятий по национальному многоборью. Открывает спортивную программу метание тензиана на хорей. Один из самых многочисленных видов спорта. В нем участвует 145 человек. И неудивительно, ведь это как раз то занятие, в котором оленеводы тренируются каждый день, когда собирают стадо. Соревнования проходят по упрощенным правилам. Тензиан не меньше, не менее 30 метров в длину, соответственно, должен быть расстояние 15 метров до тензиана. Дается 3 минуты. За 3 минуты кто больше попал, тот и выигрывает. У каждого спортсмена собственноручно сплетенный аркан. Так говорят надежнее. Не на кого будет пенять в случае промаха. Изолене шкуры. Главное толстую шкуру выбрать нормальную. Развлечение на любой вкус. Вот, например, главная сцена. Здесь выступают творческие коллективы. Музыка не прекращается ни на минуту. Своими выступлениями тазовчан радуют не только местные, но и приезжие артисты. Участники фольклорного театра студии «Северное сияние» Института народов Северо-Российского государственного педагогического университета имени Герцена на Ямале впервые. Тазовчанам представили танцы, музыкальные, песенные искусства коренных народов, проживающих в северных и на арктических территориях России. Сами же зарядились энергией ненецкой культуры. Здесь очень много людей в национальной одежде. И это вообще, конечно, круто. Причем она такая аутентичная. И вот это прям так сразу погружает в атмосферу традиционную. И вот это, конечно, здорово, классно. И была сейчас возможность покататься на олене упряжке. Понравилось? Да. Не боялась оленей? Нет, они добрые всегда. Здесь уже начался конкурс одежды «Северный стиль». Первыми наряды представляют дети. А после на сцену выходят сами мастерицы. Каждая в неповторимой ягушке. И каждая гордится своей национальной одеждой. Эта ягушка новая. Мы жили в этом году ее. Узоры летом. А саму ягушка уже ближе к зиме. Шапка тоже новая. Ну, год с лишним может быть. Вот узоры на ягушке означают... Ну, каждый имеет свое значение. Например, рога оленя, зайчи ушки, чумики вот маленькие. Детали шапки – это старинные детали нашей прабрабабушки. Это передается в поколение в поколение. Я уже сама умею жить, научилась только благодаря маме. И все, что я умею, спасибо маме. Между тем, на реке ТАЗ завершаются соревнования. Самый яркий, самый зрелищный вид спорта – гонки на оленях, упряжках. Кто-то приходит поболеть, кто-то просто посмотреть. Пробиться в первые ряды зрителей непросто, да и небезопасно. Олени – очень своенравные животные. После старта могут побежать совсем в другую сторону. Поэтому судьи перед каждым стартом напоминают о правилах безопасности. Среди участников тоже большая конкуренция. Своей очереди приходится ждать часами. Впрочем, спортсменов это не смущает. Пока ждут, общаются с родными, друзьями, рассказывают о жизни и о своих упряжках. Олени специально их выбирают, их обучают. Тот олени, который нужен, сперва обучают передового. Передового, чтобы не кружился он. Чтобы он дорогу знал нормально. Потом ищут других оленей. И так надо, чтобы нога в ногу в одну. Никто у них не отставал, никто в сторону не дергался. И так тогда у тебя будет короткое время. Если олень дергается, то уже минуты, секунды шатается. Первыми стартуют женщины. До финиша доезжают не все. Причем олени могут унести упряжку в другую сторону на любом участке дистанции. Даже перед самым финишем. Впрочем, и не у всех мужчин получается выдержать дистанцию. Кто-то тоже сходит. Ну а лучшие, самые ловкие, умелые получают заслуженную награду. Очередной слет оленеводов завершился, оставив самые яркие впечатления у всех гостей и участников праздника. Мне понравилось, потому что это мой самый любимый день в году. Я его жду больше, чем Новый год, день рождения. Потому что именно в этот день можно одеть то, на чем старались мои мамы с бабушкой, покрасоваться этим и насладиться этим днем. Состоялось расширенное заседание коллегии Федерального агентства по делам национальностей, на котором подведены итоги работы ведомства в 2018 году и определены направления дальнейшей деятельности. В мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных органов государственной власти, общественных организаций, научного и экспертного сообщества. Более 90% жителей страны в течение последнего года не ощущали по отношению к себе недоверия, неприязни, нарушений прав или ограничений по признаку национальности или вероисповедания. Такие социологические данные озвучил в ходе своего доклада руководитель Федерального агентства по делам национальности Игорь Баринов. Статистика это, конечно, позитивная, но показатели, по мнению главы ведомства, не повод расслабляться. Ведь 12% россиян при этом заявили, что сами испытывают неприязнь или недоверие к представителям других национальностей. А это несколько миллионов человек. Заместитель главы администрации президента Магомед Салам Магомедов также начал свое выступление с цифр. Эффективность работы Фадена растет и положительная тенденция должна быть продолжена. Продуктивная работа по реализации стратегии госнародной политики, проводимой на федеральном, региональном, на местных уровнях, сказывается на общей тенденции улучшения межнациональных отношений в нашей стране. Мы отмечаем улучшение и оценки гражданами межнациональных отношений в 54 субъектах Российской Федерации. Я выделю регионы, где эта работа идет наиболее положительно. Самая положительная динамика наблюдается в Москве, Ставропольском крае, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Ханты-Мансийском автономном округе. При этом в ряде регионов межнациональная ситуация за последнее время ухудшилась. Это Карачаево-Черкесская республика, Саха-Якутия, Тульская область и Краснодарский край. Эти территории всегда могут воспользоваться опытом Ханты-Мансийского автономного округа, заявила губернатор Наталья Комарова. Югра на сегодня среди лидеров в стране по реализации стратегии госнацполитики. Персонифицированная, точечная, налаженная на конкретную проблему деятельность, она и приносит свои результаты, свои плоды. Это очень чувствительная тема, и здесь успокаиваться ни в коем случае нельзя. Мы действительно провели такой мощный год по составу событий, которые были в этом отношении, организованные такие оценочные события, и состояния дел, и возможностей. А, кстати, я сказала о том, что мы готовы делиться опытом, но для нас крайне важен и опыт других регионов, и стран, и в этой связи мы абсолютно настроены на диалог. Особое внимание выступающие уделили системе мониторинга межнациональной сферы, которую проводит ФАДН. Пока это лишь констатация свершившихся событий, заявил вице-премьер правительства Виталий Мутко. Мониторинг, по его словам, должен стать инструментом прогнозирования и предотвращения проблем. ФАДН в этом году проделал серьезную работу, и направленную на сегодня такое создание межнационального мира, согласия, запущенные механизмы мониторинга ситуации в стране. Но это не значит, что у нас нет проблем. Мы сегодня не говорили, что проблем достаточно, и о них сегодня, вот я сейчас и в заключении мы говорили, и, конечно, это и вопросы не просто мониторинга, это предвосхищать какие-то определенные проблемы, будь то территориальные споры, будь то сегодня межнациональные споры, или, так сказать, какие-то проблемы, связанные с социально-экономическим развитием того или иного региона. Это, конечно, самое главное. Видеть, предвосхищать и принимать решения. Виталий Мутко, курирующий в правительстве межнациональную сферу, отметил, что агентству надо обратить внимание на информационное обеспечение реализации госнацполитики и предусмотреть на это бюджет. Вице-премьеры в этом вопросе поддержали и парламентарии, и эксперты. Если мы не будем про это людям рассказывать, откуда люди про это узнают? Поэтому я считаю, что это одна из важнейших задач, организовать работу по информированию людей о позитивных практиках в межнациональных отношениях. И я думаю, что нам к этому снаряду надо подступаться, потому что если мы не будем этим заниматься, мы просто не показываем пример и молодым людям, прежде всего молодежи, и людям среднего поколения, тому, как реально устроено наше российское общежитие, и не даем примеры дружбы, добрососедства. Вопрос межнациональных отношений – один из важнейших для России, об этом неоднократно заявлял президент страны. Обращает Владимир Путин внимание и на тему информационного сопровождения государственной национальной политики. Поэтому чем чаще мы будем говорить о позитивных практиках, тем конструктивнее и интенсивнее будет работа по укреплению мира и согласия в нашей стране. Главная задача, она в принципе не меняется, это сохранение межнационального мира и согласия в нашей стране. Но есть аспекты, на которых мы, конечно же, сконцентрируемся в следующем году, и, наверное, в первую очередь, это та тема, которая уже давно обсуждается, это системная поддержка национально-культурных автономий. На сегодняшний момент ее не существует. Да, общественные организации могут выиграть тот или иной грант, но никакой гарантии, что этот проект получит такую системную поддержку, системное развитие, у ФНК на сегодняшний момент нет. И здесь мы уже, в принципе, вышли на алгоритм, как это сделать. Мы чувствуем поддержку от правительства, от администрации президента. И надеюсь, что следующего года нам удастся это осуществить уже на такой системной основе. Предстоит и большая законотворческая работа. Совместно с обеими палатами парламента необходимо принять ряд законов об устойчивом развитии коренных малочисленных народов, интеграции мигрантов, создании всероссийского казачьего общества. Спешки здесь не будет, говорит Игорь Баринов, ведь необходимо учесть интересы всех жителей большой многонациональной страны. Дмитрий Кутявин, Геннадий Воронцов, Первый национальный. Заместитель руководителя администрации президента Магомед Салам Магомедов совместно с полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Миняйло провели ежегодный семинар совещания по вопросам реализации стратегии государственной национальной политики России на период до 2025 года. Магомед Салам Магомедов отметил, в частности, высокие показатели удовлетворенности населения состояния межнациональных отношений в регионах Сибирского федерального округа, подчеркнул необходимость своевременной актуализации региональных документов в сфере реализации государственной национальной политики. Это очень такая плодотворная работа, на которой мы, во-первых, проводим анализ того, как сейчас, какая ситуация в регионах Сибирского федерального округа в данном случае представители регионов поднимают наиболее острые проблемы, рассказывают о том, что они сделали по результатам прошедшего периода, и мы это всё слушаем и, соответственно, готовим рекомендации, предложения. Если они этого заслуживают, то это доходит и до уровня президента нашей страны, который принимает окончательные решения в реализации государственной национальной политики. И вот одним из таких решений было то, о чём вы спросили во второй части своего вопроса. Недавно президент подписал указ о создании специального фонда сохранения и развития языкового народа в России. И это вот то новое, что сегодня есть. Мы должны чётко выполнять закон Конституции нашей страны, который гарантирует любому гражданину нашей страны, России, возможность получения образования, изучения родного языка. Также мы должны обеспечить преимущественное и перекоснованное изучение государственного языка нашей страны, русского языка. Вот решение двух этих задач – это главное. Сегодня вот одно из главных государств национальной политики, а созданный фонд призван во многом решить те проблемы, которые сегодня есть. Это и разработка учебников на родных языках, методических пособий, словарей. Сегодня предстоит в этом плане большая работа. Мы очень рассчитываем и на помощь регионов. Они должны подключиться к этой работе. И фонд уже зарегистрирован, у него есть финансирование. Он начал работу, уверен, что вот за глазами действий с регионами это даст хороший результат. Отмечая специфику округа, замглавы администрации президента указал на важность вопросов поддержки коренных малочисленных народов Сибири, ведущих традиционный образ жизни, соблюдение законодательства при изучении государственного русского языка и родных языков народов Российской Федерации. Дальнейшего развития инфраструктуры домов дружбы, прежде всего в многонациональных регионах и регионах, испытывающих миграционную нагрузку. По итогам мероприятия приняты соответствующие рекомендации. Только в единстве нашей многонациональной родины России, да, наша сила. Поэтому сегодня мы обсуждали разные вопросы, разные направления, в том числе изучение родных языков. Да, и даже, все равно пришли к тому, что нельзя ничего навязывать. Все должно быть добровольно. Ну, а есть программы, которые еще надо реализовывать, это по коренным малочисленным народам Сибири, Северо-Сибири. Они же небольшие, маленькие, да, вот, исчисляются там некоторые до тысячи, а некоторые чуть побольше. Это их образ жизни. Есть национальные культуры или культурные автономии у нас внутри наших регионов Сибири, да, и все это надо объединять, все это надо поддерживать и развивать. И только власть, работа, органы власти, работа непосредственно с людьми, с этими национальными общинами, да, она может привести, принести, в том числе и религиозными организациями, может привести и дать тот эффект, который от нас, который необходим и который обеспечит межнациональное согласие. Презентация пилотного проекта по развитию прикладного IT-образования в сельских школах состоялась в Самарской области. Цель программы – успешное развитие цифровой экономики России. Наставники и практикующие специалисты в тесном сотрудничестве с педагогами школ уже решают задачу по созданию кадрового потенциала. Представители Совета по межнациональным отношениям при президенте России со своей стороны также поддержали столь нужное начинание. В том, что мечты сбываются, учащиеся Новобуяновской средней школы уверены на все 100%. Ведь их образовательное учреждение выбрано площадкой для реализации пилотного проекта по развитию прикладного IT-образования в сельской местности. Лада Добрянина, как сама говорит, вытащила счастливый билет. Она прошла серьезный отбор, чтобы заниматься с практикующими специалистами. Мне очень нравится рисовать именно на компьютерах или на планшетах. И поэтому я решила связать свою жизнь с дизайном. Поэтому я здесь в сфере дизайна. Я могу получить опыт, потому что я работаю с профессионалами. И раньше у меня были более примитивные работы, а сейчас мне помогли сделать их более интересными и они будут более востребованными на рынке. И таких счастливчиков в этой школе 16 человек. Ребята настроены серьезно, а их наставники еще серьезнее. И обещают вырастить настоящих IT-специалистов. В первую очередь нам нужны люди, которые занимаются диджитал-маркетингом. Это SEO, это SMM, это SERM. Это все, что связано с контентом. Все, что связано с тем, чтобы этот контент увидели многие люди. И второе, это, конечно, программисты. Кадры программистов, они, может быть, здесь у нас и не станут на самом высоком уровне, но они здесь получат ту начальную школу, с помощью которой они потом смогут дистанционно получать образование. Ведь цель, которую сейчас ставит перед нами правительство, чтобы люди получали дистанционное образование. В принципе, мы также помогаем решать эту задачу. Глобализация сегодня дает возможность талантливым школьникам заявить о себе, даже живя в сельской местности. Сейчас много говорится на государственном уровне о развитии цифровой экономики. И этот пилотный проект решает сразу несколько задач. Ребята получают востребованную на рынке профессию, а IT-отрасли – ценные кадры. Как и все, мы сталкиваемся с большой проблемой, проблемой кадров. Да, есть такой анекдот, когда, ну, история жизни, когда у менеджера спрашивают, как у вас сотрудники, он говорит, да нет, сотрудники уехали в Москву. В Москве спрашивают сотрудники, как у вас сотрудники, да нет, сотрудники уехали все в регионы, да. И мы решили не искать сотрудников, а сам их воспитывать. И проводить такие некие инкубаторы, некую такую воронку создать для себя, чтобы потом привлекать этих людей в свои компании. Есть еще одна задача проекта по развитию прикладного IT-образования в сельских школах – социальная. Выпускникам больше не придется уезжать в поисках лучшей доли в крупные города, в ту же Москву. Получив столь необходимые навыки, они смогут работать у себя дома. Мы безмерно счастливы. Почему? Потому что школа занимается дополнительным образованием давно, результативно. И вдруг у нас появляется такая возможность обучить наших детей новым современным информационным технологиям, чего у нас до сих пор не было. Мы очень счастливы. И учителя, и дети. С нашими детьми уже занимаются представители группы компаний «РА» и «РБ Медиа». Замечательные специалисты. Дети их полюбили прямо в первый же день. У них тесные, такие дружеские уже отношения сложились. Я думаю, что мы будем продолжать этот проект и во второй виток. Вот сейчас занимаются 16 детей, потом, я надеюсь, появится новый набор. Современное прикладное IT-образование детей и молодежи – это непременное условие успешности цифровой экономики России. По подсчетам экспертов, чтобы решить задачи, поставленные президентом страны и правительством, необходимо в ближайшие 10 лет подготовить 2 миллиона IT-специалистов. Сельские школы – это тот ресурс, который может и должен быть использован в реализации государственных целей. Уверен инициатор проекта Ара Абрамян. Благодаря его поддержке обычная сельская школа в Самарской области теперь получила шанс заявить о себе на весь мир. Все возможности для этого созданы, в том числе и технические. По его словам, проект уже получил всестороннюю поддержку и от властей области, и от администрации президента, и от Совета при президенте по межнациональным отношениям. Важно то, что это хороший проект, и мы отсюда стартуем. Это идея президента Путина. Он 20 февраля выступал в Совет Федерации, в сельской школе. И оттуда идею мы взяли. И мы считаем, что это очень хороший проект, и мы будем реализовать. В апреле стоит ждать открытия таких же образовательных IT-центров на территории Омской области и Удмуртии. Как говорят инициаторы проекта, сегодня есть все возможности для того, чтобы подобные программы были реализованы в сотнях школ по всей России. А для этих школьников уже началась взрослая жизнь. Совместно с наставниками они работают над решением совсем не детских задач. В частности, приступают к работе над созданием нового сайта для госкорпорации Ростех. А это говорит о многом. Дмитрий Кутявин, Первый национальный. Трость для слепых с тактильным браслетом. Такую разработку представил алтайский школьник Константин Биковец на Всероссийском конкурсе исследовательских работ в Москве. Чем разработка школьника отличается от обычной трости, расскажут наши коллеги с телеканала Катунь-24. Трость для слепых с тактильным браслетом. Это идея 16-летнего юноша Константина Биковец, уроженца села Ребриха. Костя настоящий альтруист. Своё изобретение придумал с одной целью – помогать незрячим людям. Идею подсказали преподаватели Барнаульского педагогического лицея. Там учится Костя. Посоветовали, можно запрограммировать трость и тактильный браслет. С тростью предназначение на телефон по блютуз, а с телефона на браслет. Вот. Телефон можно задействовать. То есть, если рядом с вами находится табличка Брайли, телефон может без проблем сказать, слева от вас в двух метрах находится табличка Брайли. Константин говорит, его изобретение принципиально новое. В браслете используются вибромоторы – те, что есть в каждом телефоне. Они посылают тактильные сигналы к коже. Эту идею надо патентовать, потому что этого нет. Есть браслеты просто для фитнес-браслет. У них они не оснащены, чем для передачи информации через кожу. Свою трость Костя представила на Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ имени Менделеева в Москве. В нем приняли участие 10 алтайских школьников. Конкуренция была большой. В каждой номинации 50 человек. Чтобы попасть в тройку лучших, Косте не хватило всего полбала. Но Константин рук не опускает и не собирается останавливаться на достигнутом. Своё изобретение он хочет доработать, а потом сделать качественный апгрейд. Создать трость, которой могут пользоваться не только незрячие, но и пожилые люди. В Махачкале прошел смотр народных творческих коллективов. Участие приняли музыканты со всей республики. Это представители Кизлярского, Хунзакского, Лакского, Кайтакского и других районов. Артисты показали мастерство в игре на национальных инструментах. Таких как зурна, пандур, барабан, выступили также лошкари. В смотре приняли участие как профессионалы, так и начинающие музыканты. По итогам смотра отличившимся коллективом будет присвоено звание народного. Музыкальные коллективы народные, где играют и дети, и взрослые, и музыканты, и новички приходят. Они пополняются, живут, сохраняются. Это все становится хорошей частью культурной жизни нашего Дагестана. В Нарьенмаре в центре декоративно-прикладного творчества открылась выставка «Резьба по дереву». На ней представлены более 30 изделий из дерева резчика любителя Андрея Рочева. Среди его работ есть и уникальная богородская игрушка «Сава Дергун». Автор выставки Андрей Рочев показывает нам богородскую сову. Такая деревянная птица имеет почти 350-летнюю историю. Именно столько лет назад в православном сердце России, недалеко от города Сергиев Посад, на живописном холме реки Куньи в селе Богородское стали создавать деревянные игрушки и скульптуры. Там этому ремеслу будущих умельцев мастера обучают несколько лет. Автор выставки «Резьба по дереву» художественный промысел освоил сам. У меня много профессий. В деревне я работал кочегаром, потом работал на ремарс-строе слесарем-сантехником 6 лет. А откуда такая вот тяга тогда к искусству? И кто это учил вас делать? Сами учились? Ну, нигде не учился. Вот образование у меня художественное, никакого нет. Так своими руками посмотрел где-то что-то. Ну, в наше время сейчас интернет, сила большая. Но, как признается Андрей Леонидович, идеи для творчества он черпает не только из интернета. Знакомые и близкие часто просят вырезать северного оленя, шкатулки с розами, хозяина леса-медведя и даже жителей потустороннего мира, домовых. Их, кстати, в коллекции мастера тоже немало. Все изделия проходят так называемую экологическую обработку. Отсюда и незабываемый аромат. Структура хорошая и запах такой приятный. Поделки покрываю в основном льняным маслом, лаком стараюсь не покрывать. Вот первые были, что не нравится. А вот льняное масло, и запах, и цвет сохраняется. Кстати, открывшуюся сегодня выставку «Резьба по дереву» Андрей Леонидович посвятил памяти своего отца Леонида Елисеевича Рочева, которому в этот день исполнилось бы 70 лет. Именно он привил любовь сына к народному творчеству. Впереди у автора множество идей. Сегодня одну из них он успел воплотить в жизнь. И вот эту лодочку, которую я держу, вы знаете, она прямо вот сделана буквально сегодня. Эту лодочку Андрей Леонидович попробовал сделать по ушкуйской лодочке. И я думаю, что она может быть замечательным сувениром деревянного зодчества, которое будет напоминать о пребывании в городе Наринмаре, о встрече со старым Пустозерском. Эта лодочка скоро отправится в большое плавание. Сотрудники Центра декоративно-прикладного творчества планируют дарить ее в качестве сувенира гостям фестиваля и ассамблей творческих встреч, проводимых в Ненецком округе. Выставку можно будет посетить до конца марта. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Субтитры создавал DimaTorzok